Мы сегодня провели очень интересную, полезную дискуссию. Я думаю, что самое главное для жителей нашего города, это чтобы был хороший, комфортный, благоустроенный парк, с одной стороны. С другой стороны, чтобы предприниматели, которые там работают, могли продолжить работать в цивилизованных условиях, по-новому, по-современному, могли оказывать хорошие, качественные услуги. Если стороны обладают желанием найти решение именно такого вопроса, то юридические моменты всегда можно решить, найти именно те решения, которые позволят бы реализовать именно то, о чем я говорю. Само по себе решение реконструировать парк, привести его в современный вид, сделать его не образа 40-50 летней давности, а сделать его классным современным парком – это очень хорошая и нужная идея, которую городская администрация сегодня претворяет в жизнь. Ее, конечно, нужно поддерживать 100%. Какая была необходимость в 2021 году начинать всю реконструцию, когда 2020 год был правильный тяжелый для страны, для края, для экономики, для предпринимателей. Если по этому проекту сейчас затрагивают парк солнечного здравия, там находятся 300 человек в найме, 30 предпринимателей, которые выходят на рынок. Значит, есть понятное, прямое, простое решение. Вот эту ситуацию как-то законсервировать, дать людям сезон отработать. Я так понимаю, да? То есть законсервировать, дать отработать сезон, да? И за это время выработать нормальную, понятную, прозрачную концепцию реконструкции парков, обсудить ее с общественностью в прямом, открытом георологии. Но ведь администрация города Краснодара прекрасно умеет это делать. В сегодняшних реалиях такая позиция может иметь место, но даже территория ООПТ в случае внесения законодательным собранием края некоторых корректировок в зонирование именно ООПТ может позволить реализовать именно проект классного благоустройства парка Солнечный остров. Продолжение следует...